Доброе утро! Мне очень приятно, что вы сегодня с нами здесь. И, конечно, первый вопрос о том большом концерте, который готовит наш, ну, уже легендарный ансамбль «Гульдер». Да, и снимать его будет не менее легендарный телеканал «Хабар». Ну да, такая совместная работа у нас. Да, мы с «Хабаром» действительно дружим. И, кстати, вот в прошлом году, я пришел в прошлом году, в январе месяце, и, на самом деле, понимаете, этот коллектив, это для меня как моя родина. Почему? Потому что я с него начинал. Покойный Кабдин Кенжевич Туйкаев, это мой огромный учитель. На протяжении многих лет, самый большой период именно директорства занимал этот человек. Я считаю, это мой учитель. Учитель, скажем, во всем. Как вести себя в жизни, как вести себя на сцене, отношения к репертуару, отношения вообще к гастрольной деятельности, вообще отношения к культуре, к жизни самого артиста. Потому что это иной особый мир, вы прекрасно знаете, Женя особенно, потому что здесь свои каноны, свои законы, потому что в основном творческие люди, они живут на эмоциях, понимаете. Иногда эти эмоции, они, бывает, и границы нет, простые обыватели это не понимают. Потому что это, ну, конечно, грамоты, интеллектуальные люди это понимают, что люди творческие, это люди не от мира сего, поэтому кто-то это ценит, кто-то нет. Но вот многим вещам я научился у своего учителя. Я вообще очень счастливый человек, потому что в моей жизни было очень много великих, прекрасных учителей. Это вот я первый вуз закончил, инженерно-строительный институт. Там был этот директор. Мой учитель Бешимбаев Алихан Казикевич, ныне депутат мажориста парламента. Ректором был много лет. Ну, в культуре, вот, Кабдин Кенжич, то и Каев, тот же в коллективе Хайрат Байбасынов, и Нагима, и Роза, и все это мои коллеги, которых я всегда по жизни учился. Потом в Москве, когда учился Иосиф Дович Кобзон по вокалу Александр Борисович Градский, по сценическому мастерству Гелена Марцельна Великанова. Да, которые, кстати, очень высоко оценивали голосовые данные, вокальные данные. Конечно, это не то, что хвастовство. Нет, нет, это объективно. Это, наверное, моя судьба тоже вот среди казахских эстрадных певцов. Единственное, в котором я учился вот таких людей. В этом отношении я счастливый человек. И вот теперь ансамбль Гульдер. Да, и Гульдер именно в тот период, когда немножко и финансировать прекратилось. Но в прошлом году, вот я целый год, я, в общем-то, кручился, тащил. В этом году, дай бог, вот, слава богу, с начала года у нас все открылось, субсидирование. Сейчас у нас нормально. Ну, слава богу. Хорошо. Нет, это вот, знаешь, это такие дела вот как бы простые. Хозяйственные. Да, хозяйственные. Но, тем не менее, все-таки не ответил ведь на вопрос, концерт какой будет. Видишь, интригу-то до конца. Ну, концерт вот, потому что концерт, именно я хотел продолжить мысль. Когда я пришел, немножко Гульдер потерялся, почему? В информационном поле. Потому что наше-то поколение знает. Гульдер это всегда. О, Гульдер. Да. Все, всегда, я помню, мы приезжали в какой-то город в день. Я помню, мы даже вот в Узбекистане, в Каракалпакстане в день мы давали по 4-5 концертов. Да, да. Вы можете представить, да? Это с обеда начиная. Вот такие были, когда были гастроли, у нас были такие гастроли. Я помню, как-то один концерт у нас состоялся, по-моему, в 5 утра. Вот это да. Потому что он должен был где-то в 10-11 его поставили. Но там Пурга, Буран, мы не могли проехать, застряли пока. И вот старики, наши бабушки, молодежь, все они сидели, понимаешь, в районный клуб. Вы знаете, если человек встанет, на его место уже 10 человек сидят. И они сидели. В 5 утра? Да, в 5 утра вот давали концерт. И было такое. Вот это популярность. То есть вы хотите возродить, да, вот те исторические, какие-то образы, наверное, которые уже были сформированы в сознании людей. Вот ту любовь, которую мы, в общем, до сих пор испытываем. Да, вот именно чтобы, потому что нынешнее поколение, потому что Гульдар это всегда был бренд. Да, да. Я даже как-то и в шутку всерьез говорю, Гульдар это как Байконур. Абсолютно. Допустим, звезды в космос улетают со стартой площадки. Да, да, да. А вот Гульдар это всегда была стартой площадкой. Ну, посмотрите. Ну, все наши вот, да. Все-все-все артисты, Нурмухасан, там, Янис, Жахиз, все-все начинают с Гульдара. Потому что Гульдар это как бы как трамплин, как стартовая площадка. Потому что есть какой-то период юности, самодеятельности, потом обучение, потом профессиональные коллективы. Потому что и я стараюсь держать эту марку, чтобы Гульдар, допустим, просто, я понимаю, талантливый человек, да. Но если у него нет уровня исполнительства, если у него нет уровня вокального пения. Потому что сейчас поют все. Ну, мы знаем, да, как поют. Да, много поют. Да, да, да. От души поют. Но этого мало, потому что Гульдар должен прийти настоящий пьес, чтобы завтра он стал уже в популярной речи. Откуда? Ну, потому что так было. И я стараюсь этого придерживать. Потому что, наверное, грош будет мне цена, как профессионалам человека, если я не буду придерживаться вот этих тенденций. И в хореографии то же самое. К нам, допустим, попасть, желающих много. Но не все. Потому что это должен быть действительно уровень не менее хореографического училища. Поэтому вот с прошлого года я начал один проект. Гульдар Шахрады. Гульдар Шахрады – это Гульдар приглашает. Приглашает кого? В первую очередь своих поклонников. Своих зрителей, которые любят Гульдар, которые знают. Гульдар приглашает своих коллег. Там участвуют не только, допустим, те артисты, которые работают Гульдаром, но популярные артисты эстрады. Этот концерт, он такой, понимаете, я стараюсь был, чтобы он такой рейтинговый был. И имиджевый, что на базе Гульдара и звезды казахстанские эстрады участвуют. Поэтому в прошлом году он прошел где-то в апреле месяце. В этом году мы хотим 21 мая провести во дворце студентов. И я хочу, чтобы этот концерт был ежегодно традиционный. Весенний концерт. Гульдар приглашает весну, приглашает любовь, приглашает настроение, приглашает вообще позитив. Гульдар – шахрад. Отлично. Бахтияр, вот такой вот вопрос. Вы сами сказали о том, что это достаточно сложная штука работать с артистами, потому что с артистами любого жанра, да? Певцы или это танцоры, у них у всех воспаленная психофизика, люди очень нервные там и так далее. Вот я и хотел вас спросить, откуда силы берете, как начинаете день для того, чтобы... И поэтому я хочу, Женя, секрет один сказать. Для того, чтобы работать с энергетикой психики другого артиста, твоя психика и энергетика должны быть выше. Сильнее. Тогда будет это баланс. Отсюда и ответ на вопрос. Как начинаете день и что придает вам вот эти силы, чтобы ваша энергетика была все-таки выше у вас? Ну, понимаете, наверное, вот с вечера, даже приходя домой, все равно переживаешь. Вот завтра вот такие-то планы, вот надо вот такие-то встречи, надо то-то сделать. И в основном, честно говоря, я больше, наверное, нахожусь не в Алма-Ате, а больше в разъездах сам. Вот, допустим, я уже два раза съездил у нас на конец мая, на начало июля. Планируется сейчас гастроли по Кустанайской области, по всей, значит, город Рудно, Лисаковск, Кустанай, вся область. Потом, значит, после 15-го, ближе к 20-го, планируется североказахстанская, Петропавловская область. Это тоже вся область, город Петропавловск. И потом мы переезжаем в Омск где-то на 5 дней. В Павлодаре не едете? В Павлодаре мы были в прошлом году. В Павлодаре, в Караганде. Я бы спрашиваю, потому что сам из Павлодара. Понятное дело. Павлодар для меня тоже очень близок. Там очень много хороших друзей. Люди поддерживают. И Акимат очень хорошо нас поддержал. И Управление культуры. И в Караганде тоже самое. И сейчас. Вообще отношение к Гульдару, особенно у представителей власти, очень позитивно, очень хорошее. Но это марка, как вы сами сказали. Это марка. И вот это меня радует. Потому что сейчас делать гастроли, концерты, вы сами знаете, очень тяжело. Потом, с одной стороны, это замечание к нашему народу публику. Они привыкли к телевизору, а вот к живых концертов они не стремятся. Вот это плохо. Потому что живой контакт, он никогда не заменит. Ну, Женя, наверное, лучше, чем другие знают. Я понимаю, это все хорошо. Телевидение, интернет. Но живой концерт. Живой концерт другой совсем. Поэтому я еще раз прошу зрителей. Ходите на живой концерт. Потому что это незаменимо. Потому что каждый концерт, он каждый раз по-новому, каждый раз по-разному. Потому что там какие-то фразы, какие-то моменты радостные, они совершенно неповторимы. Потому что это невозможно просто воссоздать. Продублировать невозможно. Да, продублировать невозможно. Бахтер, что с вашей преподавательской деятельностью? Почему спрашиваю? Потому что вы назвали столько замечательных преподавателей своих, что мне кажется, что и ваши ученики должны от вас подпитываться той энергетикой. Вы знаете, да, мне самому это интересно. Я уже преподавал два раза. Это в 2002 году по 2005 год в эстрадном колледже. Тогда Зиня Папай, покойная, вот она и Ержан Коспармаков, вот директор тогда, он был директором. Вот они меня пригласили преподавать, потому что вот мы хотим тебя видеть как преподавателя. Для меня это было начало. Очень интересно. Да, я выпустил там несколько студентов, они сейчас уже профессиональные артисты, работают в коллективах, лауреаты международных конкурсов. Потом, значит, был такой период, я ушел, стал чиновником в Казадинское управление культуры, возглавлял области. Потом, значит, в Алма-Ате поработал, потом в Астане опять Айман. Вот Хожабек Мусахаджаева Айман пригласил в Астане, там преподавал. А потом мне вызвал министр, сказал, пойдешь в Гульдер, ну, если доверяете. Вот так получилось уже несколько лет. Очень часто меня спрашивают и люди на улице, почему вас не видел по телевизору. Ну, я всегда говорю, шутку, чиновником стал. Ну, мне кажется, чиновник это такая. Я, правда, никогда сцены не забываю, и пение, и микрофон. Всегда даже в гастролях, именно на концертах, всегда я сам участвую в концерте. Можно сказать, этот концерт я заканчиваю. Ну, мне кажется, с вашим голосом, Бахтер, вообще не надо прекращать петь даже. Вам повезло, за одну зарплату директора небольшой, плюс еще директор. Я вообще говорю, должен получать за трех. Я говорю, как администратор концерты я организую, как директор, да еще и как солист-вокалист. Поэтому я говорю, выгодно в коллективе. Трех профессионалов, видя в одном лице. Предвосхитили мой вопрос, ответив, что вот сами выходите в концертах и поете. Потому что мне просто хотелось сделать вам комплимент, потому что с вашим голосом молчать нельзя, вам нужно петь обязательно. Ну, спасибо. Ну вот, что касается концерта, который уже самое ближайшее будущее, мы увидим, мы примерно себе представляем. Я думаю, что телезрители действительно заинтересованы, захотят посмотреть. Что в дальнейшем планируется вообще строить в творческой жизни? Ну, этот год для ансамбля Гульдер юбилейный. 45 лет. О, здорово. 45-летие, да. И вот эти все, в принципе, концерты и гастроли, они в рамках этого, как бы, и поэтому и государство поддерживает где-то, что вот 45-летие в России, потом планируется осенью в Китае, в Малайзии гастроли. Самое главное, мы хотим провести бенефис. Естественно, как говорится, финансов нет, но мы своими силами, то, что заработаем, наработаем. Хотим его сделать во дворце республики в Астане, да, бенефис 45-летие. Сейчас мы этому готовимся, ежедневно работаем над этим. Даже буквально сегодня вот ко мне должны прийти уважающий Мишпаяга и известный композитор, вот, предложить один из вариантов. Сейчас пишут гимн ансамблю Гульдер. Вот здорово. Хотя про Гульдер были песни, Женя Сидлаула писал, но мы хотим что-то обновить, более, знаете, сделать его более каким-то важным, чтобы эта песня, она была на какого-то немножко другого уровня. Чтобы ассоциировалась именно с ансамблем Гульдер. Даже сейчас вот такая идет подготовка, ну, много разных номеров, бенефис, возможно, он будет как мюзикл. Вот это да, надо же. Ну, где-то... Ну, замечательно, да. В общем, я не хочу все выдавать. Конечно. Да и не уговаривайте. Да, мы только-только-только хотим пожелать вам успехов. Мы хотим, чтобы действительно Гульдер вновь заиграл теми красками, которые всегда были ему присущи. И очень хотелось бы, конечно, послушать ваши утренние пожелания нашим замечательным телезрителям. Ну, знаете, вообще, смысл жизни в чем? Потому что завтра будет Жанна Кунь. Здорово. Вот, ради этого надо жить, потому что Жанна Кунь – это всегда то, что не сделал, то, что недолюбил, то, что не допел, то, что да не сказал. Вот, пусть будет всегда Жанна Кунь. Спасибо вам огромное за эти просто замечательные слова. Успехов вам, удачи. И обязательно ждем в этой студии вас вновь. Спасибо вам. Спасибо.